Доброе утро, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Я слышу и раньше слышал нападки на так называемый совок, на Советский Союз, Советскую культуру, советские отношения в обществе, все то, что является каким-то культурным, социальным наследием уже не существующей страны Советского Союза. И когда мне говорят, что ну а что ты там выгораживаешь, сам поди сбежал, мне хочется ответить, что, дорогие друзья, у нас есть общее. Мы бежим не из Советского Союза, мы бежим из России. И вы, которые смотрите это видео, и я, который его поставил. Я уехал в 99-м году, это был разгул современной России. То, что Путин и в кавычках его режим, его клика, хоть как-то-то собрали из осколков разбитого из поганиного Советского Союза, все этого не существовало, когда уезжал я. Был разгул режима Ельцина, режима предательского и позорного. Ну, не менее, может быть, или более, или, может быть, чуть менее, ну равного позору Михаила Сергеевича Горбачева. Человек, которого вообще необходимо судить, лишить гражданства России. И, фактически, если он и приедет в Россию, он должен, в действительности, принести наказание за то, что он совершал, совершал осмысленно. А что касается Советского Союза, я хотел бы выступить не то, чтобы адвокатом этого государства, которого нынче уже нету, я хотел бы сказать несколько справедливых, на мой взгляд, слов, которые бы дали вам понимание того, что такое Советский Союз, что такое был Советский Союз. Потому что большинство и зрители, подавляющее большинство и зрители говорят о том, что они не видели в разумном возрасте, и о чем они говорят по воспоминаниям людей, даже не хотелось бы вдаваться в подробности, потому что те люди, которые сейчас достаточно богаты, но при этом поливают грязью Советский Союз, и относятся к той небольшой части народа России, это либо сами, либо их дети, люди разворовавшие, разрушившие, позволившие разрушить Советский Союз, страну, в которой, во-первых, было замечательнейшее оборудование, даже сейчас российское оборудование, которое кое-как доживает свои светлые дни, базируясь на тех людей, которые сформировались, учительский корпус старейшего части, учительского корпуса России, это люди, сформировавшиеся, закончившие свое оборудование, начавшие свою трудовую жизнь как учителя при Советском Союзе. И это было лучшее образование в мире, и никто этого не может отрицать, потому что даже те вы, которые приезжаете уже с российским оборудованием, вы и то, ваше школьное оборудование заметно, оборудование ваших детей заметно превосходит оборудование школьников в основной своей массе в Австралии. Это было равное оборудование, оно было очень сходное по уровню и в самом последнем таджикском ауле, и в московских школах. И это огромный плюс, потому что Советский Союз не боялся образованного населения. То, чего боятся и в Америке, и в Европе, особенно в Австралии, этого боятся. Идет разделение на очень тонкую, более-менее образованную элиту и основное быдло, потому что если смотреть на то, что дают в виде образования школьникам в Австралии, это даже не смешно. И так обучается большая часть населения. Медицина. Медицина российская, русская, имперская медицина и советская медицина, они были взаимосвязаны, и это был высочайший уровень. Безусловно, капитальные вложения, наверное, в Советском Союзе, который истощался гонкой вооружений, и он вынужден был истощаться, было две огромные войны. Это Первая мировая и следующая, это не гражданская война. Это куча конфликтов, которые были серьезными войнами, как с Польшей, с Финляндией. Но это, естественно, была Вторая мировая война. Все вот эти конфликты, которые истощали коммунистическую империю, Советский Союз, естественно, не выделялись такие большие деньги на медицину, как выделялись в других странах. Но советская медицина, она дала возможность подняться и таким сферам здравоохранения, как Соединенные Штаты, где очень много было бывших, в кавычках, наших. Это Израиль, чья медицина, наверное, одна из самых передовых в мире. Она тоже во многом поднималась на специалиста советской эпохи, советской выручки, советской закалки. Советская медицина была замечательной. Кубинская медицина, такой бледненький наследник советской. Но посмотрите, какие достижения у нищих фактически кубинцев. Это все заслуги Советского Союза. Если взять, допустим, ту же самую науку, то грех спорить о качестве советской науки. То, что мы сейчас видим на Западе, в Соединенных Штатах, в других странах, это, в общем-то, очень многие люди пришли из советской кузницы кадров. Германия во многом поднялась именно на ночных кадрах ГДР, которые тоже, в общем-то, может быть даже улучшенная система советской науки. Военная промышленность, здесь нечего говорить, она до сих пор в России, которая является, наверное, таким маленьким и блеклым лучиком от огромного солнца советской военной мощи. И все-таки российская мощь во многом как-то соревнуется, наверное, с западной, с американской. И именно советские разработки, советская военная техника стала прародительной китайской техники, техники Китайской Народной Республики, армии Китая. Это тоже огромное достижение. Самое главное, что я считаю, это была дружба народов. У нас не считали людей в глубине души делением на каких-то русских и черножопых. То есть в бытовухе иногда это говорилось, но мы знали, что любой киргиз, любой коми, любой якут, любой узбек, латыш, молдаван, они такие же люди, как и мы. Мы не делили людей национальности. Это было в глубине души каждого русского человека и каждого советского человека. И вот то, что мы сейчас видим, что и наши ребята из Азбекистана, и ребята из Таджикистана, ребята из Прибалтики в душе не имеют разделения с нами, с теми, кого можно назвать русскими, это наследие Советского Союза. Вы еще пожалеете о том, что было. Вы увидите гораздо большее трение между народами и ненависть. И это все последствия того, что мы потеряли Советский Союз. При Советском Союзе порой даже насильственно, но не позволялись такие националистические выпады. В зародыши давился и национализм, и терроризм, связанный с вот этой национальной почвой. Сейчас этого нет, и этого не будет. Может быть, в пределах России, если Путин или кто там будет после него, если они приложат какие-то усилия внутри России, но не на постсоветском пространстве, и там этого деления уже никак не остановить. Дружба народов, она распространялась и на страны Третьего мира. У людей был выбор, была мощная советская держава, конечно, уступающая Западу, но Запад не мог вот так вот вольготно диктовать свои условия, вторгаться, куда они захотят, потому что всегда была контр-игра, всегда можно было уйти в советский лагерь, можно было и выйти из него. Если в Европе это было достаточно сложно, то во всех этих Африках и Азиях, это Латинских Америках, это делалось достаточно просто. Государства имели выбор, и если посмотреть на ту же самую Латинскую Америку, у людей нет выбора. Они могут, конечно, побороться за свою независимость от Соединенных Штатов, но потом их лидеры умрут от рака, как один за другим заболевают, умирают лидеры Латинской Америки. И это не просто так, скажем. Вот. То есть эти люди, эти страны лишены свободы выбора, они вынуждены быть банановыми республиками, потому что у них нет другого пути развития. В противном случае они будут подавлены либо так, либо грубой военной силой. Возьмем ту же самую Гренаду, допустим, Никарагуа. Вот. И жители таких стран, как, да, та же самая Австралия, они тоже должны быть благодарны Советскому Союзу. Когда был жупел Советского Союза, свои собственные работодатели, свои собственные денежные мешки все-таки боялись закручивать сильно гайки, потому что народ мог возмутиться, народ мог заставить свое правительство или свергнуть правительство и пойти по так называемому социалистическому пути, а фактически просто выбрать ориентацию и защиту с зонтик Советского Союза. И правительство вкупе с теми, кто реально управляет страной, то есть, ну, скажем так, люди, у которых очень много денег, они не позволяли себе грабить свой народ, унижать своих людей, рабочих. Вы очень скоро опять-таки увидите, как будет наброшено, узда на свободу слова, что, в общем-то, уже произошло, на свободу собраний, на свободу выражать свои политические пристрастия, на защиту своих интересов, на самые основы демократии. Вы это увидите, потому что теперь нету альтернативы, сейчас ее нет вообще. И все это давал просто фактам своего существования Советский Союз. Жизнь в Советском Союзе была нелегкой. Мы мечтали о том, чтобы купить машину какой-то типа Запорожца, или мотоцикл типа Иш-Планета, или Юпитер, или даже какой-то Минск, который, ну, справедливо макакой называли. Мы жили в каких-то коммуналках, хотя, в принципе, и здесь многие в них живут, и считается это нормой. То же самое Австралия. Мы получали иногда от государства или от предприятия квартиры в каких-то наших мухосрансках, прожив 15-20 лет в очень стесненных обстоятельствах. И это не была райская страна. А, по крайней мере, не надо и списывать те плюсы, которые давал обществу, давал своим людям и обладал Советский Союз. Поэтому, когда вы говорите совок и в то же время показываете на Россию, это смешно. Россия, эта страна построена людьми, которые уничтожили Советский Союз, обокрали свои народы и наплевали на всякую честь, достоинство, совесть, правду. И это и есть Россия. И бежите вы не от совка, бежите вы от людей, которые бессовестно и нагло обокрали и разрушили эту страну. Она не была совершенной, но поверьте мне, она была лучше той страны и тех стран, в которых вы живете. Австралия лучше, да, наверное, Австралия лучше. И поэтому я совершенно счастлив, что живу в Австралии. Но надо быть все-таки чуточку справедливыми. Спасибо.